Всем привет, поговорим о пиве. Сегодня у меня на обзоре английский L. Брэкспир Питер от пивоварни Вичу. Крепость этого пива всего лишь 3,4, объем бутылочки 0,5. Историю пивоварни Брэкспир можно разделить на две части. Первая часть истории начинается в 1711 году, когда Уильям Брэкспир купил маленькую пивоварню в городе Хенли. В 1812 году завод перемещается на другую сторону Тэмс на Нью-Стрит и действует вплоть до 2002 года, когда владельцы завода продают лицензию на производство и продажу пива Брэкспир. Здесь начинается вторая часть истории марки Брэкспир. Для того, чтобы соблюдать бренд и производить великолепное пиво, владельцы знаменитой английской пивоварни Вичфуд положили 1 миллион фунтов стерлингов при конструкции части Вичфуд Брэкспир, чтобы расположить там пивоварню Брэкспир. На отведенной площади было установлено уникальное оборудование, принадлежащее пивоварне Брэкспир, в том числе оригинальный медный куб, работающий с 1779 года и знаменитой системой двойной ферментации Даппл Брэкспир, которой пользуются лишь несколько пивоварен в Великобритании. Давайте уже попробуем его. Пена у пива выглядит плотно. Садится она довольно-таки быстро, такого немножко коричневатого кремового цвета, среднезернистого. Карбонизация у пива практически отсутствует. Пару пузырьков мелких всплывает, и больше ничего не видно. Цвет у пива такой янтарный, с немножко золотистым оттенком. Выглядит красиво. Абсолютно прозрачный. Давайте понюхаем его. Аромат немного необычный. Такой цветочный. Свежий. Немного фруктовый. Но очень приятно. Немножко такой терпкий, орбит такими сухофруктами. Давайте попробуем его. Несмотря на то, что пиво холодное, и довольно-таки плотное, пьется оно очень легко. Ощущается такая мягкая, приятная карбонизация, и с такими оттенками сладкими, как карамель или рис, что-то такое. Что-то очень похоже. Сладость такая, но карамельная. Послевкусие не слишком такое продолжительное. И ощущается такая троганая горечь. Слабенькая троганая горечь. Пьется оно очень-очень легко. Оно прям такое освежающее. Сейчас в послевкусии, помимо горечи, ощущается еще немножко хлеба. Хлебных таких ноток. Мне оно очень легко пьется. Алкоголя не ощущается. Его здесь всего лишь 3-4. Оно легко пьется, но абсолютно не похоже на какое-то лагерное пиво легкое. Немножко отталкивает только к послевкусию горечь. И как бы эта горечь с каждым глотком ощущается больше и остается на языке дольше. И эту горечь хочется чем-то закусить. К этому пиву хорошо подойдет рыба, сыры, салаты с рыбой, с сыром. И я думаю, даже какими-то чипсами можно будет тоже его закусывать. Это пиво не слишком прихотливое к закуске, потому что пиво пьется легко. и я не думаю, что его нужно будет чем-то закусывать изысканным. Его нужно только закусывать, чтобы перебить такую не хмельную горечь на остатки, а она больше похожа на троганую горечь. Мне она не очень нравится, но пиво неплохое. Пиво освежающее, пиво пьется легко. И собственно, на этом и все. Вряд ли я захотел бы это пиво выпить второй раз. Скорее всего, я захотел бы выпить что-то другое, что-то интереснее, более богатым букетом, вкусовым букетом. Ну а у меня на сегодня все. Кому понравился мой обзор, подписываемся, ставим лайк, всем хорошего пива. Увидимся в следующих выпусках. Пока!